Добрый день всем еще раз. У нас NAVI против London Conspiracy. У нас начало противостояния группы B европейской квалификации на International 5-й 2015 года. Ну и первая встреча на данном уровне коллектива Natus Vincere. Те, на кого возлагают огромнейшее количество надежд в болельщике SNG Community. Команда любимая всеми, любимая всеми уже очень много лет, как по мне. И безусловно тут топить за нее будут все. Но и London Conspiracy, поверьте мне, заслужили. Право за то, чтобы побороться на выход TI5. Команда в этом году достаточно уверенные успехи демонстрировала. Ничего толком они не выиграли, конечно, но где-то топ места там в троечку, в четверочку более-менее серьезных турниров выходили. И на MLG смотрелись нормально, и на Dreamhack. Ну, по чуть-чуть, понемногу, но греки тоже становятся в строй серьезных команд. У Natus Vincere. Давайте переходить к пику непосредственно. Natus Vincere забрали себе Vespa плюс Tini. Еще и Shadow Demon в эту страту. То есть бросаешь человека в Disruption после этого. Хотя какие в доте люди вообще, да? Ну, бросаешь одну из этих субстанций, которые London Conspiracy напикали в Disruption. А дальше Tini просто разваливает под Overcharge, под тизером Vespa. Все это происходит просто элементарно. По пику Natus Vincere очень даже функциональный есть. Те, кто будет стопить, есть те, кто будут станеть, есть те, кто будут Disable-ить команду London Conspiracy. Ну и есть, конечно же, те, кто будут дамажить. Понятное дело, что Tini как дурной будет у нас дамажить под атакс-спидом от Vespa. Плюс, когда и палку еще в руки возьмет у нас хвост. Тот случай, когда человек взял в руки палку, обезьяна взяла в руки палку, стала человеком, Tini взял в руку палку и стал нормальным кири. Раньше, вы помните, я думаю, что Tini в основном использовался у нас как нюкер, как такой вот не дамаг, который хороший раскаст имел, но, по сути, только за счет этого раскаста и убивал. Ну, теперь совсем другая ситуация с появлением Аганима. Вот уже год или даже более года, Tini у нас один из мощнейших DD-шников. Ну и забирают Blood Seeker, а последним пиком коллектив Natus Vincere. Blood Seeker для фаника. Хвост будет играть на Тине, Денди будет играть на паке. ArtStyle забирает себе Shadow Demon'а и Санейка будет саппортить хвостам. Больше саппортить ему в данном пике некого. Будет саппортить хвостам на висбе. Со стороны команды London Conspiracy тоже достаточно интересная комбинация. Виверна привлекает много внимания. Плюс фармящий Лешрак в данном пике. Только что мы видели, как фармящий Лешрак от Фрэнкер Сенси Кэптон умудрился разорвать в первой игре команду Alliance. Alliance тоже ведь не вчера пришли в доту. И тем не менее, тем не менее, данный герой может наказывать и все чаще это демонстрирует. Раньше у меня было невероятно много вопросов к фармящим Лешракам. Что это вообще нахрен такое? А теперь фармящие Лешраки у нас в мету входят и на самом деле серьезные победы прям вырывают. Не только выигрывают, но и вырывают матчи, которые казалось бы, по пику проиграны просто в хлам. Нет, 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 не всегда так. Теперь фармящий Лешрак достаточно серьезная фигура. Мадара забирает себе данного героя. На Винтерн Виверн будет играть у нас С-2-2-4-G. Джей, точнее. Спартан играет у нас на Вичдокторе. Кайзер будет играть на С-Фе и... Так, так, так. И Клок у нас уходит в сложную. На нем будет играть Скайларк. Со стороны команды Нави. Шадоу Демон. Это арт-стайл. Хвост, конечно же, играет на Тинни. Мидлейн забирает себе... На Мидлейн забирает себе Пака. Дэнди. Ну, тоже не факт, кстати, что на Мидлейн. Все-таки наличие Виспа и Тинни в команде для них может вполне быть. Центральная линия. Ну и Фанник будет играть у нас на Бладсикере. А Санейка, конечно же, играет на Виспе. Все. По пику, в общем-то, ситуация абсолютно ясна. По расстановке лайнов команды Нави есть некоторые вопросы. Гадать особенно смысла нет, чтобы тут не наошибаться и потом не извиняться полчаса. Тинни все чаще с Виспом становится на Мидлейн. Очень большой процент. Поэтому можем думать, что и сейчас Тинни будет на Мидлейне. Ну, Хвост примерно подсказку нам делает. Идет 105 крипов уже на Мидлейне и Санейка подходит к нему. Арт Стайл, как я и предполагал, не отходит далеко. Я думаю, не будет отходить далеко от этой даблы. Арт Стайл с его Дизрапшеном, в принципе, на ранних левелах может подарить необходимые фраги своим оппонентам. Вот поэтому Арт Стайлу лучше где-то рядом находиться. Вещь достаточно правильная будет. Ну и фарм уже начинается. На Мидлейне, в свою очередь, фармит СФ. У СФа посмотрите, что есть. У СФа есть иммортал шмоточки, иммортал руки. У СФа это вот новая штука, что падает у нас из сундуков, которые давали за компендиум. И вот у СФа, на котором играет Кайзер, такая вещь есть. Первый раз ее наблюдаю. У меня, кстати, выпало оружие на антимага. Тоже достаточно симпатично смотрится. Еще не распаковывал, еще не надевал, не смотрел, и какая анимация там не в курсе. Ну, тоже вторые сундуки явно поинтереснее, чем первые. Плюс герои явно поинтереснее и попикабельнее, чем в первом случае это было. Что за Хускар, что за Сэнд Кинг, кто такой Баратрум. Ну что, хвост у нас ловит уже каски. Немножко пропихивает линию Лондон Кэнспресси. Бахнули по голове пару раз хвоста, еще и под ноги задул тут Кайзер своим шадоу-рейзом. В итоге Кайзер, в принципе, себе хоть как-то пространство для фарма зарабатывает. Кайзер на данный момент 3 на 1, у хвоста на данный момент 2 на 0. На ранних этапах мидлейн не так уж и серьезно тут выделяется по фарму. На первом месте у нас Дэнди. Дэнди стоит в легкой, стоит в соло. Стоит против никого пока что, потому что Скайларка просто выгнали. Здесь артстайл абсолютный комфорт подарил у нас Дэнди. Дэнди стоит, по сути, на фрифарме. Скайларк на первом левеле просто уходит тут чекать, где какая руна. Может, баунти руна перепадет и хоть как-то покушает у нас бедняга Клокверка. Так вообще Клок без фарма, у него 0 убитых, 2 заденайных. У Фаника 1 на 1. Тоже, в принципе, на подсосе находится Фанник на данный момент. Так, Клок у нас проседает на руне. Санейка плюс артстайл. Разваливают Клокверка. Даже не подходил хвост. Без хвоста справились. Ай-яй-яй, ну, по-моему, я видел, как умирает у нас Клокверк. Можно считать, что ФБ не пропущен. В любом случае, счет открыт. Счет открыт в пользу команды Нави, и греки уже начинают отставать от своих оппонентов. Они до этого отставали по фарму. Теперь еще и по фрагам отстают. 750 в пользу Нави по золоту, по экспириенсу. 750 тоже в пользу украинского коллектива. На нижнем лайне в это время Фанник. 1 на 1. Не дает возможность Фаннику подойти близко. Тут, во-первых, Винтер Вивер через Артик Берн не подпускает близко у нас Бладсикера. Есть варианты подсловить его и самой улететь при случае, при необходимости. Поэтому Фанник стесняется подходить близко. А Мадара в это время фармит. У него уже 18 на 4. Он всего лишь на одного крепа отстает от Дэнди. Ну и фармящий Лешрак против фармящего Пака. Кто кого. Конечно, по масс-дэмэджу, по ОЕ-дэмэджу, разумеется, что Лешрак гораздо мощнее смотрится. Гораздо. Имморталовский посох на Лешрака тоже, я так понимаю, компендиумовская штукенция. Ну и Лешрак на данный момент 22 на 4. 23 на 13 у Дэнди. Дэнди тут линию контролит получше, чем Лешрак. Экспы получает клок всего-то ничего. Вы видите, еле-еле второй левел сейчас может насобираться. Кстати, просел нас по ХП Мадара и Лайтнинг Сторм разваливает Фанника. 1 на 1. Если бы Бладсикер забрал нас Мадару, то все было бы великолепно. Это как в любом виде спорта. Если бы ты забил, к тебе вопросов не было бы. А так ты наплужил. Наплужил у нас Фанник, 240 подарил голды у нас Лешраку и экспириенса чуть меньше. 4 минуты сыграно. По голде Нави выигрывают почти 500, по экспириенсу тоже немного менее 500. Санейка с Батлом, а Хвост в это время с одним тапком и Белт оф Стрэндж пообитает себе Хвост. Давайте Нетворст посмотрим. 2400 Мадара и Дэнди 2200. Дальше идет Кайзер, у которого 2000 ровно и 1600 у нас у Хвоста. Хвост бросает Спартана. Спартана убивает. Кайзер ничего здесь делать не мог, кроме как продамажить Тинни. Ну, Тинни фиолетово. На это есть руна регенерации в бутылке у Санейка. Плюс заряды в бутылке. Понятное дело, что Хвост теперь у нас будет нон-стоп подхилен. Можно и просто пойти, например, и на Кайзера выйти. Эвалендж пошел по Кайзеру. Брось его назад. Хвост. Бросает он Крипана. Кайзера. Кайзера развалили. Тинни забирает этот фраг. Тут и Санейка неплохо спиритами своими надамажил. Два фрага. На ровном месте зарабатывает Нави на мидлейне. Много денег для Хвоста. Да, 2-0-0 счет становится. 19 на 5. И по Нетворсу он догоняет Дэнди уже. И немного остается до Мадары. Но если дела и дальше, так Мадара просто залип вообще. Он не может понять, что происходит. Но играли же, как нормальные люди. 1-1. Что не так? Команда фидит. Вот что не так. Меняй Тиму. Меняй Тиму, перерегистрируйся на Интернешнл. Полторы тысячи Нави выигрывают по золоту. По экспириенсу 600. Тоже в пользу украинского коллектива. Давайте на Дэнди посмотрим. На топ-лейне Дэнди у нас идет со счетом 36-21 по крипам. И против него Клокверк. Внимание, 0-2. Клокверк. Зато уже почти третьего левела. У Клока по чуть-чуть, но хотя бы уровень зарабатывается. Вот и третий левел для Клока. И скорее всего будет максить ракету. Просто подойти нельзя. Да, промаксил ракету здесь Скайларк. Хоть какой-то вариант поучаствовать в файте. А то просто подходить это стандартный груз просто на фонтан. Клок, понятное дело, что у нас не жилец. 2-800 Мадара. Продолжает стоять на фри-фарме и продолжает стоять вполне уверенно. Против него Фаннику. Фанника седьмой Нетворс на карте. Шестой. Фанник тут за гранью бедности. У него есть Пурменшилд, Рингов Протекшн. И в принципе все. Для Фанника тут ничего хорошего пока что в матче не происходит. Стакки для Кайзера. Занимался этим Спартан. И очень даже удачно занимался. Тут три стака забирает себе Кайзер. Ну и денежек поднимет приличное количество. Может даже и хвоста догонит. Есть Нул Талисман. Есть Бутсов Спид. Обузится Банка. Ну пока что СФ выглядит не очень внушительно. У него есть шестой левел. Но это благодаря огромному количеству нейтралов. У Тинни тоже сейчас будет шестой левел. Ну Гроу будет сразу конечно качать Тинни. Во-первых, Тос Промакшен. А во-вторых, Тинни сейчас... Нет такого, чтобы Тинни Гроу качал где-то к девятому, десятому, там одиннадцатому. Нет, Гроу идет сразу на шестом. Тос максится. Тос дает много дэмэджа. У него небольшой откат. В отличие от Эвелэнджа. Ну, разумеется, максимальную пользу извлекают профессиональные игроки. Так что, кто не в курсе, учитесь. Лешрак через Storm Landing. Замакшен идет. Третьего левела уже данный скил. Ну, помогает для фарма, безусловно. Ну и вы видите, что фанику здесь нелегко. Плюс оно словит, плюс оно дамажит просто как чокнутое. И с плитеосом попадать намного легче. Это понимают все профессиональные игроки. Да и не только профессиональные. Все давным-давно раскрыли пользу данного скилла. Скайларк, бедняга, уходит под собственный фонтан зарабатывать, пополнять ману. 0-2 у Клокверка. Он так и не убил ни единого крипа. Не получилось. Может быть, хотя бы сейчас. Нет, не сейчас. В следующей игре приходи. Полторы тысячи нави по золоту, по экспириенсу. Проигрывали какое-то время. Теперь на 200 впереди. У Лешева появляется Солринг. Есть Стрингов Базилус. Есть Аркан Буци для Лешака. Потом разберем, сделаем Бладстоун. Это 100%. Артстайл, в свою очередь, только хороводы крипов вводят. Ничего такого особенного не делает. Ну и не получилось. Чуть-чуть крипов увести Артстайлу. Он был близок к этому. Много уже спаунов здесь. Дэнди мог бы попробовать их выформить. Тинни у нас в это время приседает по ХП, но в достаточно безопасной ситуации. Тинни у нас в это время фармит в лесу. Ну и Санейка, разумеется, далеко от Тинни не отходит. Эваленш Тос, в принципе, пачки крипов падают достаточно быстро. Можно даже и без Тос обойти с Тинни. У Тинни есть 1400. Может быть, пойдет все-таки вагоним у нас Тинни, но наличие Брасера говорит о том, что, скорее всего, барабаны появятся для хвоста, а потом уже Пойнт Бустер и все остальное. Ну и команда Нави сейчас вся, в принципе, работает на Тинни. Саппорты занимаются... Ну, Тинни тост тратит просто, чтобы Скелетон Вариара убить, просто чтобы не бесил сам по себе. По Омн Этворсу Тинни на первом месте 4300. На втором месте Мадара уже у нас. Уже оттягивается на вторую позицию. У него 4 с копейками. Дальше идет Дэнди 3 800 и Кайзер с тремя 750 на четвертой позиции. Уже дальше идет Санейка. Санейка топ-5 по фарму. Вот что значит спрятаться за каменную стену и ходить за ней постоянно. Санейка у нас 3 асиста имеет. Фрагов не делал, крипов не убивал. А денег у него на пятом месте. Он Фаник обгоняет Санейк. Ну, не обидно ли, интересно, Фанику? Чудак просто гниет у нас на сложной линии против Мадары, против Виверны, которая постоянно настреливает. Еще и Скайларк сюда пришел. Битву бомжей просто устраивает с Фаником. Вот. И по Нэтворсу в итоге Санейка обгоняет у нас Фаника. Правда, Бладсикер уже имеет 7-й левел. У... Ну и у Виспа 7-й левел. Короче говоря, тут самый... По пути наименьшего сопротивления. Пошел Санейка, ну и профит из этого извлека. Опасности никакой. Левел капает, деньги капают. Санейка вместе с Хвостом перемещаются на Нейтралов. Продолжение фарма от Хвоста. Пока что никакого... Никаких барабанов. Я думаю, что Хвост подождет до того момента, когда станет ясно. Дают ли ему еще фармить, например, какое-то время и появится Аганим, или не дают. Это как с Медузами было, когда покупают Яшу. Хвост вот так вот решит. Хвост приобретает себе Даггер. Все, забудь вообще все, что я говорил. Хвост приобретает Даггер и будет первым врываться, а там уже Санейка будет прилетать. Есть релокейт, врываемся на релокейте. Есть... Нет релокейта, я на Даггере, ты за мной. Нави выигрывают 2000 с копейками по золоту, а по экспириенсу выигрывают 1500 у своих оппонентов. Активных действий от Лондон Конспирес я не наблюдаю и очень зря, мне кажется. Чем дальше идет время, тем сильнее становится Тинни. Чем сильнее становится Тинни, тем сильнее становится вся команда Нави. Лешрак тоже, в общем-то, на месте не стоит, но один Бладстоун на Лешраке не решит. Если вся команда будет сливаться, а Лешрак будет у нас с Бладстоуном просто сливать заряды, от этого профитов, ну, ноль будет, мягко говоря. Тинни прочекал, где... Клок, точнее, протекал, где у нас Тинни находится. Тинни там находится, где и находился, просто теперь с Даггером. Быстрее перемещение по лесу, быстрее фарм. Быстрее фарм, быстрее перемещение по лесу. Закольцованная дота. Стоп, Фанник более-менее пассивно играет. Он один раз попытался вырваться на Мадару. Мадара ему разбил лицо. Маджик дэмэдж огромный у Лешрака. Меньше он не становится с каждой минутой. То есть Лешрак сейчас сплит-ос еще вкачает в один. Диаболики уже есть. Лайтнинг Сторм, промакшн, пульс нова для Лешрака. Тоже достаточно мощная, потому что 1100 монопоинтов уже есть у Лешрака. Поэтому приходить туда, например, Бладсикеру смысла никакого. Включенная пульс нова, диаболики включенные. Даже если Бладрайт будет бросать Бладсикер, понятное дело, что Лешрак сожжет у нас Сикера. Даже и спрашивать не будет. 3000 по золоту, тем не менее, Нави выигрывает. И по экспириенсу 2500 тоже выигрывает коллектив НАТО Свинца. Скайларк пришел подфармить. У Клока уже 16 на 5, у Фаника 23 на 10. Клок, конечно, из нищеты выбрался, но от этого меньше желания фармить у Скайларка не стало. Поэтому подходит, рискует стоять против Фаника не так-то просто еще в соло на линии. Но, тем не менее, Скайларк обязан получить 6-й левел, чтобы игра в новую какую-то активную фазу вошла у команды Лондон Конспресси. Хвост. И Смака выходит, видит Спартана, не врывается, получает хвост демэдж, получает ульт, получает сплит-ос. Для чего ты фармил хвост? Минус 3 делает Лондон Конспресси. Встретили. Добро пожаловать, раздевайтесь. Нави сливают троих героев на ровном месте, теряют полторы тысячи золота и две сто по экспириенсу. Скайларк гонит дальше Фаника. Коги неудачные. Но это так, просто подсрачник еще команде Нави. После всего, что между командой Лондон Конспресси и Нави было в лесу. Тут действительно черным квадратом можно было бы закрывать и плашку 18 плюс вешать. Да, Нави встряли, ну, неожиданно для них. Вроде бы выходили из Смака. Я считаю, что тут недоиграл, конечно, хвост. Потому что в какой-то момент Александр просто растерялся. Он заходит вниз. Здесь герои. Здесь герои. Куда поворачивать, непонятно. Он то к нашим, то к вашим. И в итоге его раскатили. В итоге подстопили от Стормлайтнинга. Порезали дэмэдж от СФ. Ну и все. А дальше Сплит Оз еще и поймать Тинни. Ну, это смешно. Ну, нашел кому отомстить. Конечно же, Скайларк. Прилетели с Санейка. На релокейте забрали очень быстро Клокверка и вернули хвост там на свое место. Красавчики. Пошли и сбили. Нашли кого сбивать. Виверна в это время у нас огребает по лицу. Огребает тот Сикера. И Сикер умирает. Лишрак забирает еще раз Блад Сикера. Артстайл вместе с Санейка. Приморозивает себя Виверн. Виверн в таверну. 5-5 становится счет. Каски полетели по Санейка по Артстайлу. Дримкоил пошел от Дэнди. СФ уже здесь. У Кайзера нет Реквием оф Сол. Дэнди отсюда уходит. Подсейвливает его Санейка. Дэнди должен отсюда уходить. Но в итоге один в один подрались. Правда, потеряли у Флейнера какие команды Нави и разменяли его на саппорта. А хвост уже здесь. Уже дерется с Кайзером и Санейка не знает, кого спасать. Либо Артстайла, либо Дэнди, либо хвоста. Здесь хвост еще. Просто как трудный подросток в любой файт. Без команды, без взрослых полез биться. Есть Блинк Даггер и есть Пойнт Бустер. А у Лешака уже появляется Бладстоун. У Лешака уже есть Бладстоун и Леший уже очень опасный. У него пульс снова первого левела. Просто потому что не качал. Просто потому что не хочу я качать. Говорит Лешак. И Нави вынуждены отойти. Нет Дримкойла. Нет у Бладсикера Бладрайта. И Бладсикера здесь нет. Тоже мне кажется очень даже важная вещь. Касательно присутствия Бладсикера. Мадара вообще не меняет свою тактику. Есть время. Я пошел в лес фармить. Пульс снова есть. Есть Стурм Лайтнинг. Через него... Лайтнинг Снор, точнее. Через него фармить не проблема совершенно. Нави. Опять по лесу. Пытается прочекать Артстайл. Никого нет. Бладрайта от Фанника. Нашли здесь Клокверка. Клокверка развалили. И уже летит сюда ТП от СФ. Кайзер здесь. Спартан ловит у нас ульту от Артстайла. Артстайл в таверну. Артстайла просто разорвало Дэнди. Приморозили. По Дримкойлам здесь и Виверн, и Вичдоктор. И в итоге двоих забирают игроки команды Лондон Конспиресси. Просто дотянуться Лайтнинг Стормом. Забрали бы еще кого-то. 6-7 становится счет. Нави теряет все, что заработали. Все 3 тысячи они слили просто за 4 минуты. Ну и по Экспе они выигрывали почти 2,5. Даже чуть больше. И теперь проигрывают 500 с копейками своим оппонентам. Проблемы у Нави. Проблемы. С которыми придется справляться. И что-то надо выдумывать. Потому что сейчас Лешрак уже с 10-ю зарядами в Бладстоуне. У него сейчас появится нормальный тапок. Хвост рвается у нас в Лешрака. Бладрайт от Фанника. Очень удачно. Дезвард. Пошел у нас от Вич Доктора. Настреливает по Фаннику. Фанник на ЛОХП. Ульта от Кайзера. Санейка на ЛОХП. Каски летают по нему. Санейка отъезжает в таверну. Виверна тоже в таверну. Дальше наваливают по Кайзеру. Врыв пошел у нас от Блокверка. Ну и Дэнди кое-как отсюда уйдет. Кайзер на ЛОХП. Но хвоста отсюда не отпустят. 3 в 1 дерется команда Нави. 10-7 становится счет. И это действительно Оуя от Вич Доктора. Просто развалились под Дезвардом. 5 ассистов. 2 килла. 1 смерть для Спартана. Все у него на ура просто идет. Тысячу голды дарят Нави своим оппонентам. Греки не слезут с команды Нави. У меня есть такое подозрение. Они настроились против Нави. Они знают с кем сражаться. Скайларк у нас без маны. Дэнди будет пытаться его убить. А по факту ничего у Дэнди не получится. Уже здесь Спартан. У него одни каски были несчастные. Но был еще Маледикт. Не знаю почему Дэнди не пошел. Мог бы и убить. Ну, видимо не потратил время на то, чтобы прочекать что-то как по мане. И по кулдауну. И не рискнул на двоих врываться. Был шанс. Реально был шанс сделать даблкил и просто улететь отсюда. У Дэнди есть даггер. У Дэнди есть тапов из Адри. Готовится пак выйти в Еул. У Бладсикера, в свою очередь, есть Огр Клаб. ПТ на фанике. Больше ничего. Висп. Урнов Шадоус Клак. Боттл. Так. Релокейт от Виспа. Спасать хвоста. Наверняка где-то у нас уже хвост. Нет. Дэнди. Или кто? Кто? Куда вообще? Санейка просто пришел сюда. Примораживает Санейка. Ему еще несколько секунд здесь быть. Санейка через 2 секунды отсюда улетает. Ну, команда Нави разбегается. Очень много ХП слил у нас Дэнди. Много ХП слил Санейка. Результатов ноль. Хотя нет, подождите. Лешрака забрали. Че ноль? Это Лешрак так быстро у нас отрегенился. Да, это он так быстро отреспаунился. Забрали Лешрака. Заработали тысячу голды на нем. Ну и фраг забрал Санейка. Жесть какая. У Санейка 2-2-5 уже. Команда Лондон Конспресси. Забирает Т1 по мидлейну. Спокойно, без сопротивления от Нави. Нави уже не рискует. А где в это время Хвост? Чем занимается наш мега-уберфарм-керри-пушер-Хвост? Хвоста. Есть Огреклап. У Хвоста есть. Пойнт Бустер. И остается еще 1200 до появления Аганима. Ну теперь Хвост Соло фармит лес. Без подсейва от Санейка. Вот и Санейка пришел. Просто маны не хватает Хвосту. Тут понятное дело, что раскастами гораздо быстрее всего фармиться. Ну и немножко ману пополнили Хвосту Хвост. Дальше пошел разговаривать у нас с Огрек. В принципе, выформить 1200 Хвосту несложно. Осталось всего-то 900 нафармить Хвосту. Это, ну я думаю, минуты 3 провести в лесу. 800 копеек. Дэнди в это время подпушивает Т1 по нижнему лайну. И выдвигается Звездный Десант от команды Лондон Конспиресси. Уже готовы, я так понимаю, забрать Дэнди. Дэнди сам понимает, что его готовы забрать. Просто валит отсюда. Манал я. Уходит и от Тавара. Ну и возможно будет файт за руну. Санейка выходит за руной. Санейка через Сторм Латнинг, через Плитес поймали. В Климер Кейп заходит у нас Санейка. И улетает к себе подальше. На нем Меледикт висел. Меледикт спал с него. И за счет Глимер Кейпа все это случилось. С Хвостом врыв будет у нас от Санейка. Увидели Скайларка. Ну очень неудачные. Очень удачные, точнее, Коги все-таки для Лондон Конспиресси. А для Нави совсем неудачные Коги. Ну и Санейка опять на лоу ХП. Быстрее валить отсюда. Все. Санейка опять неудачно принес за собой Хвоста. Это не есть хорошо. Тинни не должен в такие авантюры втягивать Мейн Керри. Умирать Хвосту до появления Аганима вообще запрещено. Ну и не будем забывать, что это Нави играют против Лондон Конспиресси. Не левая команда, Нави. И действительно ситуация немножко напряженная. 1600 по голоде Лондон Конспиресси. По экспириенсу 2000 тоже в пользу лондонского коллектива. Ну все, естественно, станет на свои места, когда у Хвоста появится Аганим. Когда Хвост возьмет одну из деревьев. И этими деревьями будет уже нормальное количество демеджа. Еще и со сплэшом наносить своим оппонентам. Ясен пень, что немного надо подождать. Ситуация поменяется. Хвост сейчас не сильно отстает от Кайзера. Всего лишь на 400 по фарму. А от Мадары на 1000. Так что это не критично. Все это наверстать Тинни с Аганимом может за какие-то считанные минуты. Ну и все. 30 копеек к Хвосту и готовый Аганим. Курьера даже никто не уязает. Курьер полетел к Тинни. Тут просто каждая секунда на счету. Чем быстрее появляется Аганим у Тинни, тем быстрее, тем выше будет динамика фарма команды Натус Винца. Да и файты все. Дальнейшие зависят от того, насколько быстро к Хвосту прилетает деревно. Все. Пошел наваливать ветками по крипам. Теперь Хвоста вообще ничего волновать не будет. Так, конечно, странно немножко получается для Хвоста. Я фармлю, чтобы фармить. То есть у него появилось бревно. В файты он не лезет. Он в это время продолжает месиво в лесу. А у Дэнки появляется Еул. По голде Нави. Проигрывают 1000. По экспириенсу 1500 проигрывают своим оппонентам. Мандара выходит на нижний лайн. Диаболики 3-го левела. Тавру очень больно на самом деле. Вот Тавр, скорее всего, упадет и за дефать его не получится. Что там у Спартана? У Вич Доктора есть Пойнт Бустер. Пока больше ничего из-за гонимовых вещей. У Кайзера есть Мека, есть БКБ. Промазывает Кукшотом у нас Скайларк. И это частично спасает команду Нави от развала. Потому что они были здесь в меньшинстве. Где-то далеко у нас был Хвост и Санэйка. Да, они могли бы влететь, конечно. Но за эти секунды кого-то из Нави можно было бы и потерять. Так, давайте по артефактам пробежимся. Начнем с команды Лондон Конспирес. Есть... Ой, как прыгает тут кто-то. Это Дэнди у нас Сигал вообще за командой Лондон Конспиреси. Никого не достал. И, наверное, даже в плюс это больше для Дэнди был. Потому что там три человека было в лесу рядом. Ясен пень, что Дэнди подприразорвали бы. У Витч Доктора. Пойнт Бустер, Брасер и тысяча по голде. Для Лешрака уже готовый Еул. Есть у него Огр Клаб. Будет выходить в БКБ. Есть Блад Стоун и тысяча по голде на руках. Винтер Виверн. Сурн оф Шадоуз. Аркан Буцы. И Варды есть для Виверн. Клокверк. У Скайларка готов. Блэйд Мэйл. Есть Транквил Буцы. Немного на сдачу. Еще можно чего-нибудь купить. У СФ мы видели 100 плюс 1700 по золоту. Лондон Конспиресси. Под смоком во вражеский лес. Будут реализовывать свои шмотки. Или хотя бы пытаться реализовать. А Нави в это время на собственном секрет-шопе стоят. Я так понимаю, у них есть подозрение, что где-то кто-то тусует здесь. Как? Что? Что с Рошаном-то? Кто чем это? Артстайл, как я понимаю, задул или... Рохи очень неспокойно. Так, Релокейт пошел у нас от Виспа. Висп врывается у нас на нижний лайн. Где хвост? А где хвост? А хвост у нас в кусах. А куда Висп пошел? Что это? Как эта херня называется? Что это вообще такое? Санейка просто врывается на нижний лайн сам в соло. И тут и остается. Но это же просто роскошь. Это прям мув на миллион долларов. Очень круто отыгрывает Санейка в данном моменте. Прям великолепная вся команда Нави, я думаю, понимает, что что-то не так. В организации, но это трабл полнейший. Но есть же координаторы какие-то. Есть кто-то, кто говорит. Нельзя так делать. Не нужно так делать. Так делать хорошо. Так делать плохо. Кэп. Кэп, расскажи ему. Понятно, что Санейка не просто самоубийством пошел заниматься. Наверное, где-то там прожал. У Джерри Локейт и пытался забрать Тинни с собой. А Тинни говорит, ни в коем случае меня туда не неси. Он пошел сам умирать. Видимо, фейн у фейлтов остается фейлом. Хвост 1500 имеет по золоту. Есть у него даггер, есть у него аганим. Есть также ПТ, есть брасер для хвоста. Санейка прилетел. Глимер кейп для него. Боттл, урн оф шадоу, сейблс оф спид. Для Дэнди. Еул. Есть также поинт бустер для Дэнди. Выходит в аганим. Дэнди 10-секундный дримкойл. Прям ого-го. Дерись не хочу. И стан на 5 секунд. Блинк даггер есть у Дэнди. Разумеется, это пак. Еще бы. Хвоста мы видели. И шадоу демон. С клоак и с бутс оф спид. Ничего для артстайла нет в принципе. Ну и блатсикер собирается в БКБ. БКБ уже в принципе готов. Для артстайла надо просто его приобрести. Все. Пошел забирать его даже. Не просто приобретать, а забирать. Пешком пошел у нас блатсикер. Что команда нави в общем-то по артефактам укомплектовалась достаточно неплохо. По фарму. Они проигрывают 2 тысячи. По экспириенсу чуть более 2 тысячи. На 27-й минуте не критично. Индивидуально тоже серьезное отставание. Хвост единственный, кто там близко к 12 тысячам держится. Которые есть у Мадара и есть у Кайзера. Ну дальше пропасть достаточно серьезная. Пак на 4-й позиции. Он отстает от 3-го места на 2 тысячи. Это действительно много. На 26-й минуте разрыв достаточно серьезный. Индивидуальный. А у Фаника уже есть 6800 по Нетворцу. Ну так, чтобы в артефакты это как-то вылилось. И не скажешь сразу. Вот от конспирсии. На топ-лей. А что там Лешрак в это время? Лешрак в это время почти заработал себе БКБ. Чем убивать Мадару потом непонятно. Ветками будет Тинни махать. Чтобы убить Мадару, ну не будет же на месте стоять Леший. И Леший и дамажить не будет, например, того же Тинни руками, чтобы об него станется. Так, Фанник провязал БКБ. На Мадару пошел врыв. Где Бладрайт? Бладрайт есть. Вот Фаника по Кайзеру, по Винтер Виверн. Кайзер и Вич Доктор у нас в сале. Ну Маледикт висит на Бладсекере. Бладсекер умирает. Вич Доктор, Киллинг Спри в этом файте. Фанник пошел просто отдаться. Он подсмотрел, как Санейка играет. Говорит, чувак, как у тебя так получается? Он говорит, смотри. Просто нажимаешь эту кнопку, эту и эту. Ну и Фанник полетел у нас. Точно так же отдался своим оппонентам, как это сделал Санейка в свое время. 12 на 8 становится счет. 2000 по золоту Лондон Конспиреси. По экспириенсу 3000 Лондон Конспиреси тоже впереди. Артик Бёрдт ушел от Виверна. Уже чекает ситуацию у нас. Виверн. Дэнди недалеко. Должны понимать, где находится команда Нави. Но здесь нет Секера. Вот здесь Бладрайт нужен просто очень нужен. А Фанника нет, потому что Фанник у нас проверил, чем пахнет Тауэр и отправился в Тавер. Врыв пошел у нас от Виспа. Висп рывается в спину. Вич Доктора должны разбирать. Разбирают Вич Доктора. Кайзер ультит у нас. Хвост уже с БКБшкой. Хвост наваливает по Кайзеру. Достаточно серьезно. Сплит-ос у нас от Лешрака не попадает по хвосту. Хвост закончилась БКБ. Хвост сейчас просто догорит здесь от Лешева. Хвост догорает от Лешева. Умирает. Также у нас СФ и Фанник догорает от Лешева. И спрашивается, почему не делать трендом Лешрака Керри. Я не знаю. Этот Лешрак просто как же он долбошит. Ну, сильнейший на самом деле. Рассказ от Лешева просто необходимо пережить. БКБшку Тини. А дальше Тини под Диаболиками. Под пульс новой разваливается. Сикер. Решил подраться. Дэнди уже здесь. Дэнди у нас уходит. Шейп-шифт. Дэнди забирает Клокверка. И Мадара тоже может здесь умереть. Раскатили Мадару. Забрали Мадару. Молодцы. Теперь можно Роху забирать. Кто здесь подходит? Здесь Артстайл. Это просто тут битва бомжей. Артстайл с Анейкой и Дэнди. На лоу ХП оставили. Нашли кому оставить здесь. Аэгис. Давай, Фанник, забирай. Фанник забирает у нас Аэгис. Забирай, не забирай. Все равно у Фанника, конечно, бедовейшая тут какая-то судьба. Постоянно в какой-то... В какой-то пьяной драке у нас Фанник участвует. Без каких-либо... Я не знаю, без каких-либо... Какой-либо организации, организованности. Вообще все просто в месиво. Ныряет Фанник. Постоянно, конечно, сливается. Все это забавно и интересно смотрится. Но вот по графикам Нави недавно еще 3000 с копейками проигрывали. Проигрывали греческому коллективу. Греческому, просто вдумайтесь. Греческому коллективу. Греческая команда по доте. Она Нави наказывала на 3000 и... Есть все шансы наказать с таким-то лежаком. И сейчас Нави немножко впереди по голде. И по экспириенсу 2000 Нави уже впереди. Кайзер на эншентов собственных перемещается. У СФ появляется Сэнжин Яша. Сейчас одного крипа добивает СФ. И Сэнжин Яша готов. Есть БКБ, есть Мека. Ну, первые артефакты на нормальный дэмэдж, на скорость бега. Все, Яша уже летит Кайзеру. У него третий на творчественной карте. Хвост его обогнал. Так, Хвост-то у нас внизу устраивает битву. Санэйка сливается. Хвост юзает БКБ и Дезвард. Как вы думаете, как относится Дезвард к БКБ? Вариант А. Лояльно. Вариант Б. Короче говоря, вариант Б. Разбили у нас. Хвоста раз... Просто не разбили, а разорвали. Потому что лишнее себе позволяет тень. Лишнее. Очень много ошибок. Причем такие мувы... Так, а ну-ка. Тайминг. Офигенный тайминг. Дэнди отсюда уходит. Дэнди у нас еще и от хукшота не уворачивается. Ну, так вот нормально получилось у Дэнди. Дэнди продолжает идти. Мансит дает у нас фейковую Иллюзория Орб. Как будто он туда будет приходить и разворачивается. Дэнди, у него есть Дрим Койл с Аганимом. Можно разворачиваться и драться. Нет, Пак в итоге у нас отходит. И файт закончился просто смертью Санэйка и смертью Тини. Ну и только окажется, что Нави немножко взяли за ум. Вернулись. К нормальным каким-то мувам сразу же отдаются мейн керри и отдаётся ещё и саппорт. Санэйка тут постоянно умирает. Четыре смерти вроде бы, но в таких важных, в таких нелепых ситуациях у нас умирает Санэйка, что даже хочется порой и не обсуждать это. Что, 32 минуты у нас прошло. По голде Лондон Конспресси немного впереди. По экспириенсу тоже чуть меньше тысячи. Опережают своих соперников. Ну и Тини продолжает наращивать своё экономическое положение. Хоть как-то надо Тини выходить в дополнительный дэмэдж. Видно, что нынешнего количества дэмэджа просто не хватает Тиннику. Например, под БКБ лишь аккаунт не убивает. Вот Леший переживает БКБ Тини и потом разваливает самого Тини. Поэтому, конечно, к хвосту дополнительный дэмэдж must have здесь. Может быть, это будет Манта Стайл. Почему бы и нет? Может, это будут криты на хвоста. Нет, это будет Кераса на хвоста. Потом уже всё дополнительно. Так, у Лешрака в это время уже есть Еул, есть Бладстоун, есть БКБ. Ну и плейтмейл на Лешего выходит в Шивасгвард Мадара. Потом, я думаю, мы и Актеринкор с вами тоже увидим. У Кайзера 2-200 уже на руках. У Виверны ничего интересного. У Вичдоктора есть Аганим. Аганим этот появился где-то минуты две назад. Ещё я обращал внимание. И теперь, собственно, ситуация для Нави не самая приятная. Мы видели, как этот Дезвард без Аганима разваливал хвоста, например, без проблем абсолютно. Что теперь будет с хвостом и всей компании Нави, толком непонятно. Коги очень недурные такие. У Скайларка влетает очень удачно. Либо команду разделяет, либо собирает всех вместе. А если в Коге 2-3 закроет Скайларк, ну, по Дезвардам там, конечно, сгорят все. Тем более, Дезвард 2-го левела. Дезвард плюс Аганим. Дэмэджа огромнейшее количество. Нави 17 на 13. Тысяча голды есть у них. Есть также... Тысяча голды. Это я про Артстайла, конечно. 17-13 проигрывает Нави. Бутс оф спид у Артстайла. И Клоак. Всё, больше ничего. Артстайл не устану повторять. Конечно, очень печально смотрится. В Нави на своей позиции нынешней, на позиции фулл-саппорта, Артстайл, мне кажется, реализовывает себя не то, что не в полной мере, а даже наполовину не реализует себя. Потому что не его это, мне кажется, место просто. Быть каким-то героем, который не способен никого убивать. Артстайл был у нас в своё время на Баланарах. Артстайл у нас против Нави играл на тех же Некрофосах, которые шли и убивали. Это было понятно. Теперь Артстайл сохранил стиль игры, то есть врывайся в любой файт. Но при этом ему дают героев, которые не имеют ни дефа, ни количества хп, ни какого-то эскейпа нормального. И Артстайл продолжает в свою линию врываться в любую задницу и выйти из неё вот такими рахитами, как тот же Shadow Demon, порой просто нереально. Тут либо мозги надо перестраивать касательно доты Артстайлу, либо менять его амплуа в команде. Спартана поднимает ветра Дэнди. Останавливает действие Дезварда, но и Спартана здесь убьют. Санейка под Меледиктом очень серьёзно проседает. Тут лоу хп останется у Санейка, но, по крайней мере, хотя бы будет живым. Коги у нас от Скайларка. Скайларк подракчет. Дэнди его заберёт. Развалили у нас... Развалили у нас Клокверка. Дэнди зарабатывает Киллинг Спристрик. Санейка разменяли в Клока. В плюс для команды Лондон Конспиресси. Нави уже выигрывает тысячу по золоту и почти две тысячи по экспириенсу. Фанинг, БКБ и ТП-аут. Ну и Дэнди здесь, скорее всего, догорит. Хотя нет, есть фейсшифт. Будет мансить Дэнди. Будет пытаться, по крайней мере, Дэнди. Пытался уйти в Иллюзори Орб. Сбивают даггер Паку очень быстро. И Пак отправляется в таверну. Счёт становится 19-15. Лондон Конспиресси по куску, но всё-таки отрывают от новей. И дальше будут примерно так же поступать. Менее тысячи голды выигрывают Нави по экспириенсу менее двух. Ну и графики движутся в пользу команды Лондон Конспиресси. Греки вполне уверенно себя чувствуют. Такое ощущение, что не против Нави играют, а играют какой-то разминочный матч. Просто один матч на разогрев, а дальше начнём нормальные квалификации. То есть не парятся, всё спокойненько. Всё вроде бы по гайду. Так, врывается у нас Тинь. Врывается в Лешрака. Куда делся Лешрак? Лешрак здесь. Лешрак у нас в ветрах полетал. И вернулся. И хвост на ЛОХП. И хвост под Дезвардом просто сгнил. Здесь Дезвард от Вичдоктора просто уничтожил хвоста. Ну и Сэф его добивает. Классный хвост, конечно, у нас нафармил. Всё великолепно. И непонятно, что делать в данной ситуации хвосту. У него есть БКБ, но БКБ не спасает от Вичдоктора. У него есть Хипперстон, но бить он тоже толком не может, потому что слишком быстро умирает. Но Кераса, конечно, исправит немного ситуацию. Но тоже Дезвард меньше бить не будет. Дезвард скоро будет третьего левела. Плюс Аганим. Там непонятно, что делать. Артстайл на ЛОХП. Артстайл, скорее всего, здесь умирает. Дезрапшин даже не успевает ни себя, ни соперника спрятать Артстайл. И Кайзер забирает четвертый для себя фраг, Келлинг Спри для него. И уже у Сэфа есть Баттерфляй. Ну просто истерика какая-то. Баттерфляй для Кайзера денег у команды Лондон Конспересси больше, экспириенса больше, ненамного. Но видно, что Нави просто недееспособны в этом матче. Они просто сливают файт за файт. Ясен пень, что они борются. Еще будем не бороться. Это квалификация. На Интернешнл, который, ну, надо проходить. И надо каждый поинт выигрывать, чтобы потом не хвататься за голову. Валву уже дали понять, что они не затащат Нави на Интернешнл. Если Нави сами не захотят туда. На Интернешнл. Ну, хвост под БКБ. И вот он Дезвард. Дезвард остановился. Дезвард развалили. Минус 2 делает Нави. Санейка в таверну. Ну, на лоу ХП Кайзер. Кайзер добивает у нас Фаника. Ну, и хвост тоже в таверну. И Кайзер. Unstoppable streak в этом файте. Триплки. Вот Кайзера. Кайзер с Баттерфляем. Просто, в принципе, смотрел в упор на Тинни и не видел ничего. Тинни у нас не боец против СФа в этой драке. СФа, который в Мекку и БКБ пошел. СФ, который, ну, больной просто. Сам по себе дохлый СФ. Этот СФ разваливает сначала Тинни. Теперь Дэнди у нас еще и огребает. Мидлейн команда Нави потерял. Это факт. Тут даже и париться. Не надо крипов этих. Оставьте, пусть Т4 бьют. Надо забыть вообще и собраться на следующий файт. Пока что Нави, ну, выглядят просто убого. Правда, смотрится это вообще несчастно. Лондон конспиресси 7000 выигрывает по золоту, 4 по экспириенсу. Я буквально сегодня обсуждал со своим товарищем Нави и их шансы на победу. И говорил, как же хорошо, что Нави с Альянсом не попали в одну группу. Потому что вот каким бы фанатом Нави я не был последние миллион лет уже, больно просто и правда смотреть на то, что происходит. Все не получается... Все не получается найти свою игру. Не получается нащупать какую-то доту. Комбинации все какие-то деланные происходят у Нави. И просто это, ну, это совсем не тот уровень. Абсолютно. Тут и ярких личностей как таковых не осталось. И Дэнди в соло не тащит. И хвост смотрится смешной. К тому же с ожелением каким-то на хвоста приходится смотреть. То есть команда мастеров, которая, боюсь, что свое уже отыграла. Не хочется, конечно, заранее загадывать. Но пока все смотрится не алло совершенно. 2718 проигрывает Нави по золоту. 12 тысяч... Ой, 2718 по фрагам, конечно же. 12 тысяч по золоту. По экспириенсу 7 тысяч проигрывает украинский коллектив. Лондон-Конспрессик готовы заходить на вторую для них уже линию. Линию по низу. Т3 стоит внизу. Т3 слегка битый. То есть кто-то уже его тут подшатал немножко. Трубу эту в доме Нави. И Кайзер просто с руки разваливает у нас Т3. Блайд Райт нашел у нас от Фаник. Хукшот от Скайларка. Хукшот очень-таки удачный прямо в СФ. Но, тем не менее, Фаник он закрывает. И закрывает также Шадоу Дема. В итоге умирает у нас Шадоу Демон. Дезрабшина нет, значит некому подсейвить. Умирает Блад Секер, значит некому дать Сайвенс. Некому дать Блад Райт. Некому дать Рапч. Зачем пикался Блад Секер, я не понимаю сейчас. Мне просто не ясно, для чего он брался в этой комбинации. Семь смертей, пять ассистов. Три убийства от Блад Секера. Сложную выстоял просто рахитично Фаник, там просто загнобили его. Стоять Соло против Лешрака не каждый может вообще. Я уже не говорю о Блад Секере, которому надо впритык стоять. Кто бы дал подфармить? Так, Санейка с Хвостом полетели что ли куда-то? Хвост подбрасывает у нас Лешрака, а Лешрак в это время просто юзает Ю. Ю у нас на Лешраке, и Лешрак фуловый. И все Лондон консперессии фуловые. И Нави вчетвером отправляются в таверну. Четвером. 31-18. 41-ая минута. ГГ, нервишки у Нави сдали. Правильно делают Нави, что пишут ГГ, это было давно писано. С такого начинать хвалы это извинительно. Ладно, все, следующий матч через 5-6 минут даже обсуждать не хочу. Не забывайте подписываться на наш канал, заходите в группу ВКонтакте, группу канал на Ютубе, студия игрокам. С вами друг. Ждем ответного матча новей. Ждем и просто затаив дыхание, надеемся, что что-то изменится. Пока что, как говорил утенок Долан, все очень плохо. До связи.